83-й закон должен касаться всех. Реорганизация бюджетных учреждений теперь дошла до муниципальных газет. Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Государственной Думы Олег Жолобов сообщил, новый закон прошел второе чтение. Все учреждения, которые находились на региональных дотациях, теперь уйдут в свободное плавание и могут сами заключать контракты, но, с другой стороны, все свои финансовые обязательства вынуждены так или иначе будут оплачивать сами. Тележурналист Максим Шевченко считает, эта реорганизация положительно скажется на свободе слова. Финансовая независимость газет от администрации сел и городов позволит журналистам более объективно освещать те события, которые интересны читателям. Но искать деньги в свободной прессе нужно очень аккуратно. Чрезмерное доминирование пиар-бюджетов, политических бюджетов, предвыборных бюджетов, рекламных бюджетов уничтожает, собственно говоря, гражданскую позицию, уничтожает гражданскую составляющую деятельности средств массовой информации или коммуникации. Они, собственно, перестают быть в средства массовой коммуникации. На сегодняшний день, по мнению Максима Шевченко, в нашей стране практически отсутствует оппозиционная пресса. Кроме того, журналистам теперь придется учиться объективно освещать выборы. Президент редакции газеты «Известия» Владимир Мамонтов даже решил организовать специальный конкурс. Мы сейчас тем же честным выбором хотим скромненький, маленький такой конкурс объявить и наградить по итогам этой вот предстоящей нам выборной, вот этой вот выборной, как бы аккуратнее сказать, да, значит, вот этого сумасшедшего дома, да, выборного, в конечном итоге наградить журналистов, которые смогут написать об этом то, что они думают, и написать объективно. Региональные СМИ в будущем могут полностью перейти в сеть интернет. Сегодня балансировать между получением прибыли и объективным освещением информации могут только крупные медиахолдинги. Чтобы местные газеты и телеканалы сохранились в привычном виде, необходимо продумать защиту редакций от монополий власти и бизнеса. Юрий Пестерев, Александр Киселев, специальный директор компании «Регион 45» из Екатеринбурга.